Сегодня мы познакомимся с автокреслом VADA, предназначенным для движения лицом по направлению движения и лицом против направления движения. Посмотрим, как его установить. Сидение установлено на базе, поэтому можно легко изменить его направление. Для этого одновременно нажимаем на эту кнопку и тянем за рычаг спереди. Поднимаем кресло и становим его спинкой назад. Нажимаем кнопку, пока не защелкнется крепление. Зеленый маркер подтверждает правильную установку автокресла на базе. Возим ребенка только в лежачем положении. Установка ISOFIX. Тянем за рычаг в основании и одновременно за ремень с другой стороны, чтобы высунуть застежки. Теперь всовываем застежки в автомобильное сидение, пока они не защелкнутся. Индикаторы по бокам станут зелеными. Придвигаем автокресло к сидению, потянув рычаг назад. Осталось установить ремень Top Tether. Вынимаем его из отсека сзади спинки, но открываем его только тогда, когда автокресло стоит вертикально. Нажимаем эту кнопку и регулируем длину ремня. Пропускаем его через синюю направляющую в задней части автокресла, а затем крепим крючок к точке крепления в задней части автомобильного сидения. Ремень натягивается. Зеленый маркер информирует нас о правильном натяжении. Теперь отрегулируем внутренние ремни. Нажимаем на кнопку на сидение и тянем ремни до тех пор, пока не вытащим их наружу. Не следует тянуть за плечевые подушки. Растегиваем пряжку и помещаем ремни на магнитных фиксаторах на защитных элементах. Теперь пристегиваем маленького пассажира. Ремни соединяются друг с другом, что облегчает их крепление к пряжке. Зеленый маркер указывает на правильную фиксацию. Перед поездкой регулируем подголовник. Потом натягиваем внутренние ремни. Тянем плечевые ремни, чтобы устранить провисание в области бедер. Правильно пристегнутые ремни выходят чуть выше плеч. Крепко их натягиваем так, чтобы между ними и ребенком помещался максимум один палец. В этом положении мы рекомендуем перевозить детей весом до 18 килограмм. Дети из первой группы также могут ездить спиной к направлению движения. Установка ISOFIX. Тянем за рычаг в основании и одновременно за ремень с другой стороны, чтобы высунуть застежки. Теперь всовываем застежки в автомобильное сидение, пока они не защелкнутся. Индикаторы по бокам станут зелеными. Придвигаем автокресло к сидению, потянув рычаг назад. Осталось установить ремень Top Tether. Вынимаем его из отсека сзади спинки. Но мы открываем его только тогда, когда автокресло стоит вертикально. Нажимаем эту кнопку и регулируем длину ремня. Проводим его через синюю направляющую ремня в задней части автокресла. А затем крепим крючком в точке крепления в задней части сидения автомобиля. Ремень натягивается. Зеленый маркер информирует нас о правильном натяжении. Также можно перевозить детей из этой группы лицом вперед по направлению движения. Основание автокресла прикреплено. Чтобы изменить направление, нажимаем кнопку и тянем рычаг. Перемещаем автокресло и фиксируем его. Только пристегиваем ремень Top Tether. Зеленый маркер информирует нас о правильной фиксации. По мере того, как ребенок растет, мы постепенно удаляем вкладыши. Сначала вкладыш под голову. Когда ребенок достигнет 5,5 кг, снимаем наполнитель с пены. При 13 кг самый большой вкладыш. Лицом вперед автокресло может быть установлено в четырех положениях. Но любое изменение положения требует повторной регулировки ремня Top Tether. Благодаря магнитным креплениям ремни крепятся по бокам, чтобы было удобно посадить ребенка. Малыш пристегивается пятиточечными ремнями безопасности. Ремни соединяются, чтобы мы могли легко застегнуть их в пряжке. А зеленый маркер указывает на правильную фиксацию. Рычагом регулируем высоту подголовника и ремней. Натягиваем поясной ремень и плечевые ремни. Регулируем натяжение ремнем между ножками ребенка. Плечевые ремни входят в спинку сидения над плечами. Между ремнями и грудной клеткой ребенка можно вставить только один палец. Для детей из второй весовой группы снимаем все вкладыши и внутренние ремни безопасности. Демонтаж ремней выглядит так. Ослабляем их как можно больше. Для этого нажимаем кнопку регулировки и тянем за ремни. Снимаем защитный элемент с пахового ремня. Сдвигаем материал сидения. Прячем паховый ремень в отверстие в основании. Вытягиваем ремень из отверстия сбоку. Сдвигаем его с металлической пряжки. Потянув, вытаскиваем его из отверстия и протягиваем через чехол. То же самое мы сделаем и со вторым ремнем. Открываем клапан сзади. Сдвигаем ремни с металлической поперечины с обоих сторон. Потом снимаем ремни с большой пряжки. Тянем ремни спереди автокресла. Вынув их, надеваем чехол на сидение спереди и тщательно засовываем материал в щели. Прячем топ-тедер, потому что не используем его у детей этой весовой группы. Закрываем клапан. Для этой весовой группы автокресла располагаются только в самом вертикальном положении. Кресло устанавливаем с помощью системы ISOFIX. Перед поездкой мы регулируем подголовник. У нас есть 11 положений на выбор. Пристегиваем ребенка автомобильным ремнем безопасности. Ремни введем направляющими при подголовнике и подлокотниками. Натягиваем ремни. Плечевой ремень должен проходить между плечом и шеей ребенка, а поясной должен лежать как можно ниже над бедрами. Снятие автокресла. Нажимаем на кнопку спереди. Отпускаем застежки креплений ISOFIX, нажимая на эти элементы с обеих сторон. Выдвигаем автокресло, а застежки прячем в основании. Просто нажимаем кнопку спереди. Чехол кресла можно снять для стирки. Сначала снимаем внутренние вкладыши, а затем ремни. Демонтаж ремней выглядит так. Ослабляем их как можно больше. Для этого нажимаем кнопку регулировки и тянем за ремни. Снимаем защитный элемент с пахового ремня. Сдвигаем чехол с сидения. Прячем паховый ремень в отверстие в основании. Вытягиваем ремень из отверстия сбоку. Сдвигаем его с металлической пряжки. Потянув, вытаскиваем его из отверстия и протягиваем через материал сидения. Открываем клапан сзади. Сдвигаем ремни с металлической поперечины с обеих сторон. Потом снимаем ремни с большой пряжки. Тянем ремни спереди автокресла, чтобы их вынуть. Отстегиваем две кнопки по углам сидения и осторожно вынимаем материал с рамы. Снимаем чехол с подголовника и отсоединяем две резинки по бокам. Готов к стирке. Установка после стирки. Надеваем чехол на подголовник и фиксируем резинку внизу. Большой чехол надеваем на каркас автокресла. Вставляем материал в щели по краям спинки. Застегиваем две кнопки. Спереди всовываем ремни в отверстия в чехле и вытаскиваем их сзади из отверстия в клапане. Надвигаем более толстый ремень на большую пряжку, а более узкий на металлическую поперечину. И так с обеих сторон. Клапан закрываем. Протягиваем ремень через материал сидения и вставляем его в отверстие в основании. В конце крепим металлическую пряжку и прячем ремень. Вынимаем паховые ремень из отверстия. Надеваем чехол сидения и устанавливаем паховую защиту. Осталось установить вкладыши. Счастливого пути с Вадом!